Уважаемый председатель, дорогие коллеги, уважаемые участники конференции, от имени Министерства юстиции Республики Армении и от себя лично выражаю особую благодарность председателю Суда Евразийского экономического союза госпоже Эрне Владимировне Айриан за приглашение выступить с приветственной речью на пятой международной конференции, организованной судом, а также рад поприветствовать всех участников конференции. Скоро исполняется 8 лет со дня основания Евразийского экономического союза, организации региональной экономической интеграции, в том числе Суда Союза, играющего неоценимую роль в обеспечении единообразного толкования и применения правовых актов Союза, как наиважнейших инструментов реализации эффективной экономической интеграции во благо экономического развития государств-членов ЕАЭС и процветания их народов. Суд Союза в пределах своей компетенции, вынося решения и заключения, оказывает определенное влияние на отношения государств, входящих в интеграционное объединение ЕАЭС. Роль суда в укреплении евразийского интеграции зависит не только от объема его юрисдикции и доступа к ней. Авторитет Суда Союза среди государств-членов Союза и хозяйствующих субъектов в первую очередь основывается на принципах справедливости, качества и беспристрастности его решений. Вопросы, включенные в повестку дня пятой конференции, определенно выражают результат обобщения опыта восьмилетней деятельности суда. Такие вопросы, как, например, расширение круга компетенции суда или круга субъектов обращения в суд, представляют большой интерес с точки зрения развития деятельности суда на качественно новом уровне. Уполномоченные органы и организации государств-членов сталкиваются с такими проблемами, как пробелы и внутренние противоречия нормативных актов, составляющие право Союза. В таких случаях роль суда приобретает особое значение, которое своими разъяснениями способствует не только разрешению юридических споров, но и восполнению этих пробелов в праве. Бесспорно, для результативности необходимо, чтобы государства-члены, столкнувшиеся с такими проблемами, активнее обращались в суд. А юриспруденция суда, естественно, будет способствовать совершенствованию права, поправляя и улучшая его регулирующие функции. В этом плане немаловажную роль играют также национальные суды. Однако вполне ожидаемо и естественно, что могут возникнуть проблемы, связанные как с параллельными судебными разбирательствами в суде ЕАЭС, национальных судах, так и единообразным толкованием и применением права. Эти проблемные вопросы могут решаться в рамках диалога между национальными судами и судом ЕАЭС в виде рассмотрения преюдиционального запроса. Уважаемые участники конференции, не сомневаюсь, что Пятая традиционная международная конференция станет площадкой не только для конструктивного обмена мнениями о существующих проблемах доступа к суду, но и для генерирования интересных идей и предложений, направленных для улучшения его работы, а также для развития инструментария суда, которые могут стать пищей для размышления не только для юридического сообщества, но и для соответствующих органов государств-членов с целью их возможного воплощения в жизнь. Желаю всем плодотворной работы. Спасибо за внимание.